Он побывал уже в программе Ночной такси Побывал уже не один раз Проживает в нашем эфире уже четвертый год А вот здесь, в этой студии И в концерте, который мы снимаем Для этого DVD Он принимает участие впервые Замечательный человек, на мой взгляд Очень большой и очень тонкий поэт Яков Петрович Боярский Сегодня в студии Ночной такси Знакомьтесь Здравствуйте, дорогие, это, видимо, я Яков Петрович Боярский Да, это, видимо, ты И мы с тобой не в нашей студии на Казаково, в Москве И мы с тобой не в твоей берлинской квартире А мы с тобой в студии Ночной такси в Санкт-Петербурге И сегодня ты, на самом деле, в этих стенах находишься впервые Мы пригласили тебя именно потому, что Вася Пляников, человек, который, во-первых, познакомил нас с тобой В свое время, было это уже почти 4 года назад Познакомил он, правда, нас по телефону Мы подружились, что я считаю, хорошо Но если серьезно, то мы пригласили тебя потому, что Я считаю, очень правильно В юбилейном концерте Вася Пляникова Чтобы обязательно выступил И выступил вот так Серьезно и ответственно Просто спел на сцене, еще и дал небольшое интервью Поэт, который очень много для Васи сделал хорошего Именно поэтому Сегодня ты у нас в гостях Именно поэтому затем, буквально через час После того, как будет записано то, что будут смотреть наши зрители Мы соберем на сцене одного из самых лучших музыкальных кругов Санкт-Петербурга Клуба Капитан Морган Именно там, в юбилейном концерте Васи Пляникова Будет твой сет Что хочется тебя в первую очередь спросить Хочется спросить Относительно того Как ты с Васей познакомился Находясь в Германии Каким образом получилось так, что Твои песенные тексты стали Песнями Васи Пляникова Трудно ответить Вот очень конкретно Потому что настолько перепутана Жизнь эмигрантов Всех в Германии И что в общем-то, в принципе, все друг друга знают Все И вот вспомнить тот момент, когда кто и с кем, где познакомился Очень трудно Но я помню то время, когда Вася записывал первый альбом И я не боюсь сказать, что он был первопроходцем в этом жанре Значит, он первый, первый в Германии сделал шансон Положил на денсовую основу такую танцевальную ритмику И многие не верили в это в то время И даже вызывало это недоумение Как это так? Есть традиционные такие, значит, гитара, скрипка и барабан Которые нужно, значит, это петь А это не воспримут Публика этого не воспримет Это не будет так, как нужно И я могу сказать, что и у меня были сомнения Тогда, когда он записывал еще первый альбом свой Вот так же, такие же сомнения Но они рассеялись, потому что Публика приняла настолько Это здорово Что, чтобы не говорили по этому поводу Чтобы не думали Это отошло тут же Тут же В такую даль Видя Васю на концерте Видя, как реагирует публика Как люди Танцуют Как они веселятся Насколько это здорово, весело Задорно, прикольно В общем-то, у меня растелись последние сомнения Я написал, Вася, тогда 5 Не помню, 5 или 6 песен Вот, для какого-то его альбома Они перешли Автобан номер 2 Очевидно, да Для альбома автобан номер 2 Да, для альбома автобан номер 2 Они перешли потом бонус-треками В другие его альбомы стали переходить Удались Песни нормальные, в общем-то В принципе Смею надеяться Вот Но это было очень прикольно Очень здорово Я помню то время А вот как я познакомился с Васей Вот, честное слово Не могу вспомнить Ясно И, естественно В завершении нашего небольшого интервью Поскольку для меня очень важно Чтобы ты высказал и свое мнение Относительно того, чем занимается Вася Ответь, пожалуйста, на такой вопрос Вот ты сам теперь автор-исполнитель Я очень, кстати, рад Что ты сам запел свои песни В частности, некоторые вещи, которые ты отдал Я имею в виду песенные тексты для исполнения Васи Ты теперь поешь сам В своих версиях Ты сделал очень хороший танцевальный альбом Три года назад Я в Германии у тети Я знаю, что готовится продолжение этого альбома Вот На сегодняшний день Когда ты сам стал исполнять свой песенный материал Как ты считаешь Насколько удачно То, что сделал Вася Пряников С твоим стихотворным материалом То есть Насколько это Стыкуется с твоим творческим взглядом На те стихи, которые ты отдал ему Никогда поэт не доволен тем, как исполнитель исполнил Его песни Несмотря даже на успех На какой-то На вот Если песня хитовая получается Если виден эффект Никогда Почему я Я просто пел всегда И я и в общем-то запел Потому что Он меня к этому вынудил Значит, я говорю, прям Что ты сделал С твоей песней Я их должен петь сам И пришлось Пришлось Вот так это и получилось Вот Но я Это, конечно, шутка, дорогие Конечно, это шутка И получилось Все нормально И, конечно Я могу сказать Что на 85% Наверное, так Даже, может быть, на 90% Я доволен тем, что Сделал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Все случилось Прощай Идеальная Извини, что не вместе горим Всем простые, а мне специальная С невеселым названием Прим Всем совместные, а мне отдельная Знать, меня уважают кругом Всем простые, а мне ж подрасстрельная И на вышке дурак с утюгом Сыктывкар Небо тучами взорвано Сыктывкар Волоконский конвой Сыктывкар Ты как крик зла в топор Сыктывкар Ты не жди, молодая и белая Мой уже не отыщется след И судьба моя в дым погорелая И ответ мне один на симбет За симбет буду пулями вышит я Здесь расстрельная зона Пятак А симбет не мои Просто вышло так Эта жизнь в ней бывает и так Сыктывкар Небо тучами взорвано Сыктывкар Волоконский конвой Сыктывкар Ты как крик зла в топор А да Над моей головой Сыктывкар 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 Я не сплю в решке блик полумесяца Я не сплю, я дрожу, а со мной Не уснут два красивых эсэсовца Три бруска и один подсадной Мы не спим, нам заря улыбается Мы не спим, нас рассвет не согрел Три часа, все вокруг просыпается Три часа А в четыре Раз в стрел Сыктывкар Небо тучами взорвано Сыктывкар Волоконский конвой Сыктывкар Ты как крик злого ворота Над моей головой Сыктывкар 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 Продолжение следует...